Теперь поговорим о том, как именно происходит процесс оплодотворения. Яйцеклетка важный, но не единственный участник великого процесса зарождения новой жизни. Кх-кх. Сперматозоиды, мужские половые клетки, являются полноправными партнерами яйцеклетки. Их встреча происходит в маточной трубе, куда яйцеклетка попадает вскоре после овуляции. Но до этого сперматозоиды проходят довольно долгий и непростой путь. В мужской сперме, которая попадает во влагалище женщины, содержится около полумиллиарда сперматозоидов. Похожие на микроскопические головастиков, шевеля жгутьками, они стремятся попасть в шейку матки и затем в ее полость, поближе к внутреннему отверстию маточной. Сделать это удается далеко не всем. В саму трубу попадает примерно 100 миллионов сперматозоидов. Лишь один из этих миллионов сперматозоид-победитель сможет проникнуть сквозь внешнюю оболочку яйцеклетки, и оплодотворить ее. Эта встреча может произойти в течение нескольких дней после овуляции, пока яйцеклетка находится в маточной трубе. Во все остальные дни менструального цикла участь сперматозоидов незавидна. Все они погибают. Процесс зарождения жизни очень сложен, и каждому из нас повезло, что когда-то тот самый сперматозоид и та самая яйцеклетка оказались в нужный момент в нужном месте. В ином случае вместо нас мог появиться на свет один из миллиардов наших возможных братьев или сестер. Как только сперматозоид и яйцеклетка объединяются, образуется совершенно не похожая ни на одного из них клетка с единым ядром. Это первая клетка нового существа. Она начинает стремительно делиться еще в маточной трубе. Вначале на две клетки. Затем каждый из этих двух еще на две и так далее. Ищем боже, ищем боже, ищем боже, сделаны наши девчонки. И с цветочков, и с баночков, и с тетрадок, и с переглядок сделаны наши девчонки. Сделаны наши девчонки. За 3-4 дня движения оплодотворенной яйцеклетки в полости матки, она успевает разделиться много-много раз и превратиться в комочек из большого количества клеток. Примерно на седьмой день после оплодотворения он прикрепляется к уже подготовленной перине, слизистой оболочке матки, и начинает впитывать из нее питательные вещества. И с этого момента становится зародышем. Зародыш начинает стремительно развиваться. На шестнадцатый день плод состоит из нескольких тысяч клеток, а по размеру он значительно меньше пятикопеечной монетки. На тридцать шестой день видны глаза и уши. Скелет начинает приобретать свою форму. На шестидесятый день плод начинает шевелиться. На сто двадцатый день плод уже похож на человека. У него есть кожа и волосы. Его мать чувствует, как он шевелится. А на двести шестьдесят шестой день из двух слившихся когда-то половых клеток вырастает полностью сформировавшийся красивый ребенок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok